Уважаемые коллеги, все есть тем, что Россия, заступая на пост председателя Совета Безопасности ООН, взяла на себя, как всегда, обязательство действовать транспарентно и беспристрастно, я бы хотел в открытом режиме разъяснить ситуацию вокруг участия в сегодняшнем заседании Украины. В секретаря вчера поступило письмо постоянного представителя этой страны с просьбой предоставить ей право выступить на данном заседании. Мало того, что в отличие от всех остальных заявок, включая Польшу и Евросоюз, оно составлено с грубым нарушением сложившейся практики и не адресовано председателю Совета Безопасности. Оно даже не содержит базовых протокольных формул, принятых в дипломатической практике. Единственное предложение в нем – просьба допустить Украину на заседание. Вот это письмо. Непонятно, кому оно адресовано. А вот письма Польши и Евросоюза, где содержатся все необходимые элементы обращения к председателю Совета Безопасности, протокольные формулы вежливости. Мы проинформировали членов Совета о поступившем от Украины запросе. Хочу подчеркнуть, мы не видим никаких проблем с тем, чтобы допустить ее к участию в заседании, как страну, интересы которой затрагивает вопрос на повестке дня. Это соответствует правилам процедуры. Мы сразу транслировали сигнал. Как только председательство получит корректно оформленный запрос, участие Украины в заседании при согласии члена Совета Безопасности будет подтверждено. Однако украинская делегация так и не прислала корректный запрос. Полагаю, дело в том, что им принципиально важно показать, что они стоят выше правил и обычаи, установленных в Совете Безопасности, и в отличие от других делегаций, запрашивающихся по правилу 37, включая европейские государства, имеют право диктовать свои правила игры. Это мы как председательство допустить не можем. Правила одинаковы для всех, это обеспечивает функционирование Совета Безопасности ООН на протяжении почти 80 лет. Заход украинской делегации не что иное, как попытка подорвать авторитет Совета, ведь председательство это не какая-либо страна, это институт. Надеюсь, что все коллеги по Совету Безопасности это осознают. Мы, тем не менее, допускаем в отсутствие возражений других членов Совета Украины к участию в сегодняшнем заседании, но только с учетом того, что просьбу об этом выдвинул член Совета Безопасности Соединенные Штаты. Мы намерены удовлетворить просьбу американской делегации в соответствии с правилами процедуры Совета. Сожалеем, что Украина не способна действовать самостоятельно даже в таком, по сути, чисто процедурном вопросе, как участие в заседании Совета Безопасности ООН, и даже в этом ею вынуждена руководить ее спонсор. Я прошу секретариат пригласить Украину для участия в этом заседании. Я бы хотел начать с выражения благодарности Франции и Эквадору за создание этого заседания. Как очевидно из выступлений западных коллег, к слову, весьма лаконично. Тема якобы российского удара по детской больнице, для обсуждения которой они нас сегодня собрали, явно для них неблагодарна. Да и наверняка они видели многочисленные разборы произошедшего по фото и видео, из которых четко следует, что это была ракета украинской ПВО. Отсюда и чудеса словесной эквилибристики, которые сегодня демонстрируют западные члены Совета Безопасности, любыми словами, любыми способами пытаясь выгородить киевский режим. Для нас же это заседание – возможность рассказать правду о произошедшем. Однако, правда, как известно, наших западных коллег не интересует, и они в лучших традициях провокации в Гучи или с Мариупольским госпиталем, о котором сегодня упоминалось, пытались выдать желаемое за действительное, осуждая якобы целенаправленный удар ВКС России по детскому медицинскому учреждению. Лукавство подобной тактики видно невооруженным глазом, и это сразу же подметили сами украинцы. Благо, видеозаписи попадания по больничному комплексу быстро появились в интернете и перечеркнули все потуги киевских и западных пропагандистов. Вот ссылки на наиболее популярные, наиболее полные публикации. Это QR-код, прошу обратить внимание. А вот что по горячим следам опубликовали украинские телеграм-каналы, остающиеся сейчас единственным источником нецензурируемой украинской властью информации для своих соотечественников. Цитирую. Банковая офис президента спустила всем темник публиковать и разгонять только детскую клинику Охмаддет, чтобы отвлечь внимание от других прилетов. А там очень интересные объекты, и люди могли задать вопрос властям, почему военные объекты прямо соседничают с жилыми домами и больницами. Б. Попытаться поднять боевой дух армии и народа на основе ненависти к противнику. Мол, бил он целенаправленных детей, хотя все знают, что это упала сбитая ракета. Это цитата. В. Отвлечь массы от ежедневного беспредела власти, коррупции, повышения тарифов, роста цен, роста разочарования масс и т.д. Г. Отвлечь внимание от постоянного отступления ВСУ. Д. Добавить очередную причину для оправдания беспредельной зе-мобилизации. Е. Хайпануть медийно в западной прессе перед саммитом НАТО. Конец цитаты. И вот еще цитата. По удару в больницу Охмаддет все ясно. Эта ракета ПВО ВСУ НАСАМ сбилась с пути и влетела в здание возле детского корпуса. Западное средство ПВО также часто ошибается. В. Скорее всего, в воздухе она потеряла цель и захватила тепловой сигнал от больницы перепутать цели. Так же было, когда ПВО ВСУ ударило по Польше и в трактор, убив поляков. От ракеты X-101 было бы намного больше урона у здания, в которое оно попало. Мы постоянно пишем, что ракеты ПВО ВСУ часто сбиваются с пути. Таких трагедий было множество до этого. И банковая, то есть офис президента, постоянно врала людям, что это русские бьют специально в жилые дома. Банковой необходимо постоянно подогревать ненависть массы и обосновывать продолжение войны вот такими искусственными трагедиями. Военные даже сами признавали, что многие трагедии – это дело рук их ПВО. Это цитата из украинских пабликов. Это не мои слова. Коллеги, теперь я надеюсь, вы понимаете, что сколько бы киевский режим и его западные спонсоры не пытались представить произошедшую трагедию результатом целенаправленного российского удара, даже в глазах простых украинцев эта версия не выдерживает никакой критики. В этих условиях крайне сожалеем, что грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут в Совет Безопасности. Хотели бы задать господину Жовниру вопрос, как он, выйдя на улицу, понял, что больница подверглась именно российскому удару. Кто предоставил ему такие данные, которые противоречат правде и здравому смыслу? Понимает ли он, что если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось, и дети, и большинство взрослых погибли бы, а не были бы ранены? Но судя по темному экрану, мы вряд ли услышим ответ на этот вопрос от господина Жовниру. Мы неоднократно говорили, что Россия не наносит удары по гражданским объектам Украины. Если же говорить об ударах российских ВКС, которые действительно были нанесены по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, то одной из целей в Киеве стал киевский завод имени Артема, одно из крупнейших предприятий концерна Укроборонпром. Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов, и эта цель, согласно данным объективного контроля и по свидетельствам самих киевлян, была поражена. Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы Охмаддет, есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той российской ракеты, которая попала по заводу. Подобных трагедий можно было бы избежать, если бы киевский режим в нарушении норм МГП не размещал бы системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах. Однако на этот момент его западные спонсоры предпочитают закрывать глаза. Не можем также не сказать и о том, что сами украинцы в соцсетях подметили примечательную тенденцию. Трагедия с попаданием ракеты ПВО в детский госпиталь произошла ровно накануне саммита НАТО. Причем это уже третий саммит НАТО с начала СВО, и схожие ситуации возникали перед каждым из них. Так было 27 июня 2022 года, когда украинские СМИ сообщили о взрыве в торговом центре в городе Кременчуг Полтавской области, в то время, когда в нем якобы находились сотни человек. В действительности пожар в торговом центре, который не функционировал, произошел в результате детонации, хранившихся в соседнем здании, поступивших от США и европейских стран боеприпасов. Так было и когда в ночь на 6 июля 2023 года российские ВКС нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников во Львове. Примечательно, что мэр города Львова, Садовый, признал, что жилые дома были повреждены именно обломками ракеты ракет ПВУ. И во всех случаях эти ситуации максимально обыгрывались главарем Киевской клики для того, чтобы выключить новое оружие для Украины. Любопытная тенденция, не правда ли? И весьма показательно, что ее подмечают сами украинские информресурсы. Кстати говоря, напрашивается еще один вопрос. И это к словам поспредословения о подтвержденных данных удара российской ракетой по госпиталю Ахмадет. На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах видно, как по заводу имени Артема одна за другой, без каких-либо помех помех и повреждений прилетают пять ракет ВКС России. Точно так же видно, что без каких-либо повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различаемому характерному оперению и другим характеристикам. Как так получается, что украинское ПВО пропускает все пять ударов по заводу, но четко бьет по детской больнице? Быть может, представитель киевского режима нам ответить на этот вопрос? Ждем реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили клике Зеленского эту установку на СИМС. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также, чтобы в нарушении норм МГП размещалась в жилых кварталах? На этом фоне и в полном соответствии со своими методичками глава Офиса президента Ермак уже успел сделать заявление о невозможности переговоров с Россией. Нет сомнений, что руководство Украины будет использовать сегодняшнюю ситуацию как повод для дальнейшего игнорирования запроса в украинском обществе, да и со стороны всего мирового большинства на поиск мирного решения украинского кризиса. Оно и понятно, ведь при таком сценарии исчезнет необходимость продления военного положения, а это повлечет необходимость проведения выборов. Этого утратившая легитимность киевская клика боится больше всего, осознавая крайне негативные отношения населения к СИМС. Поэтому и предпочитает приносить в жертву десятки, если не сотни тысяч своих сограждан, отправляемых в бессмысленную мясорубку. Мы же со своей стороны неоднократно выступали за начало переговоров и прекращение боевых действий. Но это должно быть именно прекращение, а не их приостановка, чтобы дать Киеву возможность залезать раны и вооружиться. Кроме того, должны быть устранены первопричины украинского кризиса. Без этого устойчивого и долгосрочного мира не будет. Наши условия для завершения конфликта подробно изложил президент Путин 14 июня на встрече с руководством внешнеполитического ведомства. Ценимы инициативы всех государств, которые нацелены на истинное прекращение огня и учет наших законных озабоченностей. Они направлены на продвижение пропагандистских пустышек типа псевдо-мирной конференции в Швейцарии. А пока Киев и его спонсоры остаются глухими к призывам воспользоваться дипломатией, мы будем вынуждены продолжать добиваться принуждения украинских миров и устранения первопричин нынешней кризисной ситуации военным путем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова